Всем привет, мои дорогие подписчики! Вы меня не теряйте, всё хорошо, я ещё дома. Ко мне приезжала подруга со своей дочкой, и получается они приезжали в понедельник, и вот только сегодня мы их проводили. Всё хорошо, я не родила, мы ещё дома. Многие меня уже отправили в роддом, уже поздравляют с новорождённым, но нет, нам ещё рано. Мы ещё в животике, получается воскресенье будет полных 38 недель, пойдёт 39-я неделька. Конечно, уже к вечеру у меня начинает подновать спина, в течение дня она тоже ноет, и как раз когда детки гуляют, я сейчас стараюсь по возможности просто прикладываться, тем более если Андрюша спит, стараюсь сейчас вот, начинаю ценить это время. А пока у меня есть возможность, хотела бы я ответить, наверное, на самые распространённые вопросы, на самые распространённые вопросы, которые меня задают на почту, по поводу того, как я развивала свой канал, сколько я вложилась в рекламу, очень много таких вопросов. Также очень много спрашивают, на что я снимаю, как я монтирую, где беру музыку. С музыкой это вообще отдельная тема, потому что очень сложно мне подобрать музыку, так как нужна музыка без авторских прав, и поэтому пока я ещё занимаюсь этим вопросом, я не знаю, где пока её ещё искать. И начну по порядку, я уже как-то рассказывала в одном из видео, что я начала вести свой канал, потому что начался карантин, и так как я тоже смотрела разных блогеров по поводу уборки, мотивации, наготовку, на всё, и я понимала, что надо мне тоже чем-то заняться, потому что должна быть какая-то одушина. Я вообще такой человек, что я должна, у меня должен быть всегда какой-то интерес, потому что дети-дети, понятно, но всё равно нужно какое-то своё дело, в которое можно вкладываться и как-то черпать, наверное, силы, я не знаю. И я смотрела разных блогеров, и потом подумала, что надо мне тоже попробовать. И решила снимать тоже мотивацию на уборку, да. И я смотрела блогера Наташу, я потом ещё ссылочку оставлю под этим видео. Наталья тоже ведёт канал про уборку, и мне понравилось тем, что я как-то увидела видео, где она показывала, на что она снимает, где она монтирует, как вообще она стала блогером. Я посмотрела это видео и решила тоже попробовать, потому что я поняла, что, в принципе, у меня всё есть. Наталья на тот момент снимала на iPhone, седьмой, у меня как раз седьмой iPhone, то есть я, в принципе, по сей день снимаю на седьмой iPhone. И Наталья показала, в каком приложении она монтирует видео. Я оставлю под этим видео ссылку на Наташин канал, потому что вы как раз можете и подписаться, и посмотреть, посмотреть то видео, где она рассказывает, как она стала блогером, как она монтирует, на что снимает, очень интересно. И как раз после этого видео я и начала тоже снимать. Я сняла первое видео, и как раз у Наташи под каким-то видео я написала, Наталья, спасибо вам, потому что я сняла сегодня первый ролик, выложила, Наталья посмотрела, и в какой-то момент она у меня спросила, можно ли меня не порекламировать, потому что я ничего не платила, и Наташа ничего не просила. Просто хотела она рассказать про меня на своём канале, и как раз вот она рассказала, и на тот момент у меня было 30 подписчиков, или 40, я уж точно не помню, но после того, как Наталья рассказала про меня, ко мне ещё пришли люди, я не помню уже сколько, может быть человек 50, ну они прибавляются, прибавлялись подписчики, и поэтому получается с этого видео тоже у меня стало как-то прибавляться подписчиков и просмотров. Потом я ещё была подписана на одну мамочку многодетную, у неё трое деток, Елена Масеева, я тоже оставлю ссылочку на её канал, потому что мне так нравится смотреть её видео, это не реклама, просто мы с ней очень сдружились, общаемся по ватсапу, пытаемся как-то поддерживать связь. У Елены трое деток, и они сами построили дом, и мне очень нравится смотреть её видео, потому что это такое вот... всё очень просто, со вкусом, и также мотивация на уборку. Андрюшка просыпался, подходила к нему. И как-то у Елены на канале, на видео, Елена отвечала на вопросы эстафеты, и передала эстафету мне. Соответственно, подписчики Елены тоже ко мне стали подписываться. Это к вопросу о том, как у меня стали набираться подписчики. Я никому не платила ничего, я не знаю, как это всё, как люди стали меня находить, но я помню, что как-то я выложила видео, где я назвала «Готовлю на семерых деток», или как-то... да, «Готовлю на семерых деток». И после этого видео был огромный скачок, стало сразу очень много подписываться на меня людей, и, соответственно, очень стал расти канал. Поэтому вот эти вопросы, сколько я заплатила, как я продвигала, я никак не продвигала, никому я не платила. И у меня был даже интерес такой, чтобы никак не вкладываясь никуда, попробовать, пойдёт вообще канал или нет. И самое интересное, что у меня был штатив, обычный штатив для фотоаппарата, я потом покажу, какой. И он не держал у меня телефона, я просто, получается, резинкой крепила свой телефон к этому штативу и снимала, наверное, месяца два точно. Получается, я только последнее видео, где у меня было про уборку на кухне, там я уже снимала на штатив для телефона. А так, у меня был обычный штатив, которому я крепила свой телефон за счёт резинки. А, и ещё я вспомнила, что, наверное, месяц спустя, как я завела канал, я приобрела штатив для телефона такого небольшого размера. Когда я готовила, как раз я им пользовалась. И покупала я его на Валберес за тысячу рублей. То есть, получается, я вложилась только вот в один штатив за тысячу рублей. И снимаю я, вот, с телефона снимаю, на телефон снимаю. У меня айфон седьмой. Почему на телефон? Потому что мне удобно, что я так же монтирую в телефоне. Вот есть приложение InShot. А, и получается, я ещё, у меня ежемесячная подписка. Плачу я 350 рублей, что ли, может быть, меньше. Вот, собственно, и всё. Вот, это все мои секреты, потому что многие, я читаю комментарии, кто-то пишет, у них всё подстроено, у них всё проплачено. Никто, ну, лично я никому не платила за какую-то рекламу. Конечно, может быть, кто-то меня рекомендует где-то между собой, между друзьями. Но именно чтобы я кому-то заплатила, такого нет и не было. Поэтому я надеюсь, я ответила на вопросы. И, собственно, мой штатив, на который я снимала, не считая последнего видео про мотивацию на кухне, да, уборка на кухне у меня была, там я уже снимала на нормальный штатив для телефона. А это обычный штатив для фотоаппарата. Он высотой, наверное, метр восемьдесят, может, повыше он раскладывается. И сюда я крепила, получается, свой телефон на обычную резинку. Второй штатив, который я уже приобрела, наверное, спустя месяц, после того, как я начала снимать на своём канале видео. Он небольшой, он где-то, не знаю, сантиметров пятьдесят, может быть. И как раз, когда я готовила, я уже использовала его. Показываю, я его вытянула. Он даже сантиметров, наверное, тридцать. И я его купила на Валберес за тысячу рублей, поэтому вот все мои вложения, которые были, когда я только начинала вести свой канал. Сейчас получается у меня такой штатив. Как раз сюда я могу ставить телефон. Он высотой два метра. Я его полностью не сложила, не разложила. Но тоже недорого купили за тысячу или тысяча двести или тысяча триста. Недорого. Поэтому сейчас таким пользуюсь. У меня уже проснулся Андрюшка. Но главное, я успела вам всё записать, рассказать. Поэтому, как я поняла, надо просто чаще выкладывать видео на канале, если вы хотите, чтобы вас YouTube начал рекомендовать. Потому что, когда я только начинала выкладывать видео, я как раз просмотрела много разных рекомендаций. Как раз одно, что главное рекомендовали, это чаще выкладывать видео. Два-три раза в неделю. И, конечно, я первое время старалась прям три раза в неделю выкладывать. У меня получалось понедельник, среда, пятница. Но сейчас, конечно, мне уже сложно так выкладывать. И поэтому сейчас у меня где-то получается понедельник, пятница, понедельник, четверг, вот как-то два раза в неделю я выкладываю. А так рекомендую, чем чаще выкладываете видео, тем, ну, есть большая вероятность того, что ваше видео появится в рекомендованных. Ну, как мне об этом говорили, и как я про это слышала, слушала. Поэтому всем хочу пожелать удачи. Вон, Андрюшка, всем машет, да, Андрей? Выспался, хорошо ему. Ой, какой грозный мальчик. Но не надо. Хочу всем пожелать удачи. Может быть, кто-нибудь что-нибудь почерпнет из моего опыта. Спасибо всем за просмотр, за ваши лайки, за ваши комментарии. Всем пока-пока. Андрюш, помашешь? Помашешь ручкой? Мяу! Мяу! Мяу!